Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Романова Юлия. Нарине Абгарян – современная российская писательница армянского происхождения, лауреат Российской национальной литературной премии «Рукопись года». Свою известность получила в 2010 году после публикации автобиографической книги «Манюня», ставшей первой частью трилогии о Манюне. В 2012 году вышла новая книга Абгарян «Семен Андреевич. Летопись в каракулях» с иллюстрациями современной популярной художницы Виктории Кирдей. В 2016 году стала лауреатом литературной премии «Ясная поляна» за книгу «С неба упали три яблока». В сегодняшнем выпуске мы расскажем о новинке книжного фонда Дворца книги «Сборники рассказов» на Рене Абгарян под названием «Зулали». Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто не утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявшим в этом измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты. Если спросить у Зулали, какое нынче время года, она отвечает, ничуть не сомневаясь, «Весна». Мамида ворчит, что Зулали потому и такая, что у нее всегда весна. Другие уже облетают листьями, а наша Зулали еще даже подснежников не набрала, цокает она языком. У Мамиды широкая мужская спина и такие руки, что иной раз остерегаешься подойти. А вдруг она тебя нечаянно ими заденет? Костей ведь тогда не соберешь. Мамида ступает медленно в развалочку, вправе в правый кулак в бок, левая рука качается, словно маятник. Юбка топорщится оборками на большом животе. Мамида отчего-то решила, что чем больше на одежде складок, то тем меньше видно полноты. Полнота у нее такая, что пора удивляешься, как у нее получается так ловко при своих размерах двигаться. В Мамиде столько лет, что не посчитать. Она громкая и хлопотливая, а еще терпеливая, хотя вывести из себя ее расплюнуть. А еще она очень не любит, когда ее отрывают от теста. Тесто – это все, – приговаривает Мамида, разминая огромный размером с колесо телеги ком своими большими, мощными руками. Это все. В ее понимании означает действительно все, начиная с неотвлекая, если не хочешь схлопотать на свою голову проблем, и заканчивая – ничего важнее этого в мире нет. Зулали сидит на краешке стула, выпрямив спину, мнет крохотный кусочек теста на самом углу стола. У Зулали высокий лоб, длинный узкий нос и тонкие губы. Она похожа на Анну Бретонскую, портрет которой стоит на комоде в комнате деда. Если сделать ей пробор по середке, а волосы спрятать под накидку, получится вылитая Анна Бретонская. У Зулали такое красивое лицо, что можно смотреть бесконечно. Жаль, что эта красота исчезнет ровно в тот миг, когда она открывает рот. Говорит она плохо, неряшливо, закатывает глаза и, дергаясь лицом, к тому же не произносит большую часть звуков, потому что приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что она хочет до тебя донести. По большому счету, кроме десятка звуков, Зулали не может сказать ничего, потому хорошо в ее исполнении звучит как «Ошо», а весна – «Ена». «Лучше бы ты анимела, зато соображала», – иногда заявляет Мамида. Она всегда очень искренна в своих пожеланиях, потому если говорит, что лучше бы Зулали анимела, то значит так и думает. Зулали замирается открытым ртом. Закрой рот, а то муха залетит. Мамида щедро припорашивает деревянное корыто мукой, прикладывает туда тесто, накрывая чистым льняным полотенцем. Зулали мелко смеется, прикрыв рот ладонью. Мамида смотрит на нее так, словно прикидывает в уме, стоит ли в очередной раз напомнить о том, что смеяться мелко трясясь, как овца на ветру. Женщине ее возраста не пристало. Потом она вздыхает и, так ничего ей не сказав, уходит мыть руки. Выцветшие половицы жалобно скрипят под ее тяжелыми шагами. Туфли она носит большие, мужские. Женской обуви на ее ногу не достать. Одно время ей шили на заказ в обувной мастерской, но потом она рассорилась с сапожником вдрызг и никогда больше не приступала порог его дома. «Посмотрим, где ты будешь обувь покупать», – кричал он ей вслед, потирая ушибленное плечо. Эта мамида, выходя, подвинула его так, что сапожник вписался головой и плечом в стену. В голове нет ничего, а плечо потом долго болело. С того дня мамида носит только мужскую обувь. Женскую, сшитую в мастерской, она в тот же день отправила со мной обратно. Вымыла, аккуратно обсушила, натерла топленым гусиным жиром, завернула каждую туфлю в обрывок вощенной бумаги, уложила редками в сумку. Сверху водрузила бутыль виноградного уксуса. Велела отнести и оставить на пороге обувной. «А уксус зачем?» – полюбопытствовал я. «Чтоб выпил и сдох». Судя по тому, что сапожник до сих пор здравствует, уксус он пить не стал. Когда туфли мамида девал, не знаю. Я поздоровался, оставив сумку на пороге мастерской и ушел. Страшно подмывала спросить, из-за чего они поссорились. Аж до чесотки в лопатках подмывала. Но я не стал. Мамида бы в жизни меня не простила, если бы узнала, что я заговорил с сапожником. Дождавшись, когда она выйдет из комнаты, Зулали поднимает край льняного полотенца, кладет на тесто комочек своего, который долго мял в руках. Ее тесто цветом темнее, чем то, которое месила мамида. «Ты снова плохо вымыл руки!» – закатываю я глаза. Зулали смеется. На подбородке у нее крошки засохшего теста. Я вытаскиваю из кармана деда в платок, протираю ей лицо. Убираю платок обратно, предварительно тщательно отрихнув и сложив несколько раз. «Пойдем, я помогу тебе вымыть руки!» – говорю я. Зулали поднимается со стула. Она молчит, потому что лицо у нее снова такое красивое, что хочется смотреть и смотреть. Большие глаза, тонкий длинный нос, высокий лоб. Волосы у Зулали темные, но на солнце переливается рожаной. За эту рожану я ее особенно люблю. У деда была ровно такая же рожана. В бороде и даже в бровях. А волосы у него были седые и густые. Можно было пальцем запутаться. Волосы деда пахли старостью и табаком. Мамида как раз закончила мыть руки и залила в рукомойник новую порцию воды. С того дня, как деда не стало, с водопроводом что-то неладное. Он то действует, то нет. Мастер, которого мы вызывали, проверил все и развел руками. Не могу понять, что тут не так. Вроде поломки нет, засора тоже. Сборник Абгарян Зулали, названный именем главной героини повести, открывающей книгу, содержит в себе драматические и семейные истории, а также забавные случаи из жизни самых обычных людей. Читая его, испытываешь удивительное смешение чувств. Улыбаясь, плачешь. Плача, улыбаешься. В этом вся Абгарян. Несмотря на разность судеб героев рассказов, всех их объединяет что-то общее – любовь. Чаще всего любовь к своим близким, родным, чуть реже – к друзьям и знакомым, и почти всегда к миру. После прочтения таких книг всегда неизменно хочется стать лучше. Позвонить друзьям детства, с которыми много лет не общались, еще рассказать родителям, как сильно их любишь, забыть случайные ссоры и старые обиды. Такие книги на вес золота. Словом, они прикасаются к самым потаенным уголкам человеческой души, лишая его равнодушия. Стоит также отметить очаровательный язык на Рене Абгарян. Ее удивительно красивый слог. Например, от прочтения гастрономических изысков непременно разыгрывается аппетит, и сразу же хочется приготовить что-нибудь из описанного. Книга соткана из рассказов, как ковер ручной работы. Ее стоит рассматривать и по смыслу, и по мысли, и по стилю. Все персонажи сборника Зулали живые, настоящие. Как будто автор их не выдумывает, а они встречались на самом деле. А может быть, это так и было. А вот что говорят читатели о сборнике Зулали. Сборник рассказов дарит взрыв разноцветных чувств и эмоций, и оставляет грустное послевкусие от того, он закончился. Здесь вам и тоска, аж сердце щемит от грусти, и радость, аж живот болит от смеха, и деревенские нравы, и городская безысходность, и селые бабушки, и суровые дедушки, слезы и смех. В Зулали интересное повествование от всех лиц героев, и оно дает проникнуться еще глубже в их непростую жизнь и полюбить всем сердцем. Книга сильна, разнообразна и красива в своем изложении. Даже если она не понравится вам на все сто, она точно не станет для вас стопроцентно потерянным временем. Мамида выставила его из дома и вызвала другого мастера, которого тоже потом выставила за порог. Больше она никого не вызывала, сходила к соседке и выпросила старый рукомойник, который без дела пылился на чердаке. Мы хорошенько натерли его речным песком и залой, и он стал почти как новый. Потом мы с Мамидой долго ходили по двору, выбирая место, куда его можно повесить. В итоге прибили к подпорке веранды, на такой высоте, чтобы мне можно было мыть руки, не вставая на цыпочки, иначе вода потечет по локтям прямо под мышки. Рукомойник очень красивый, большой, медный, сходящий вверх вниз стержнем и съемной крышкой, куда нужно было заливать воду, ровно два с половиной кувшина. Мамида отошла в сторону, полюбовалась, как бликует солнечный луч на выпуклом боку рукомойника. «Сияет, как у слона яйца», – удовлетворенно сказала она. Я захихикал. Мамида шутит так, что живот можно от смеха надорвать. Дед в ней больше всего это и любил. Так и говорил, что если бы не твои шутки, я бы давно тебя из дома выгнал. Мамида фыркала. «Ты-то!» И смотрела на него так, будто дед это мошка, а она мухобойка. «А что?» – хорохорился дед. Он всегда хорохорился, когда припирался с мамидой. «А что?» – Илья в этом доме не хозяин. Мамида молча складывала большие руки на своей большой груди, смотрела из-под лобья и шумно вздыхала. «Ну чего ты?» – беспокоился дед. «Я же шучу!» Мамида еще раз шумно вздыхала. «Что бы вы без меня делали?» Дед лез в карман за трубкой. «Что бы мы без тебя делали?» – приговаривал, набивая трубку табаком. «Что бы мы без тебя делали?» «То-то!» – хмыкала Мамида. После похорон деда она три дня ни с кем не разговаривала и ничего по дому не делала. Лежала в его постели, как была в траурном платье и платке, накрывшись одеялом под подбородок и смотрела в потолок. В углу комнаты стояли ее истоптанные туфли, съехавшие на бок пятки, сбившиеся стельки. Сквозь глухо задвинутые шторы пробивался одиночный солнечный луч. Он медленно полз по комнате, спотыкаясь то о край додмотканного паласа, то о забытой на тумбочке четке с обломанным крестиком, то о неоконченный толстенный том. Дед всегда любил его читать. До Мамиды солнечно-лучной добирался, шарил по краю тахты и, соскользнув по простыне, угасал, словно его и не было. Мы с Зулали много раз на дню наведывались к ней, приносили поесть и попить, сидели рядом. Я плакал, Зулали улыбалась. Мамида молчала. К еде она так и не притронулась. Поднялась только на четвертый день и вернулась к домашним делам, как ни в чем не бывало. Поскольку вода у нас теперь с перебоями, Мамида набирает ее про запас. Одну часть оставляет для питья и готовки, а другую для хозяйственных нужд. Я отвечаю за поливку огорода, а потому каждый вечер убираю крышки, стоящих под водостоками дождевых бочек, на случай, если пойдет дождь. А утром накрываю бочки обратно, чтобы солнце не выпаривало воду. Остальную работу по дому поделывает Мамида. Готовит, убирает, стирает, гладит, печет хлеб. Зулали мало чего умеет делать, по правде говоря, ничего не умеет, потому просто ходит за Мамидой и повторяет за ней. Возьмет Мамида полено, чтобы печь растопить, она берет второе, подметает Мамида двор. Зулали рядом, бестолково размахивает метлой. Чаще всего Мамида молча сносит ее попытки быть полезной по хозяйству, но иногда, когда много дел, а рук на все не хватает, она раздражается. В такие дни я увожу Зулали туда, куда Мамида никогда не заглядывает, в комнату деда. Со дня его смерти там мало чего изменилось. Если только пыли поприбавилось, а углы потолка затянулись паутиной. Мы с Зулали иногда неумело убираемся, то подметем, то пол протрем. Форточка приоткрыта, потому что в грозу в комнату заливают дождем. Я пытался ее захлопнуть, но у меня ничего не вышло. Створка накрытка заложена дощечкой. Когда дождевая вода высыхает, на подоконнике остаются грязные разводы. Я протираю их мокрой тряпкой, но грозы в последнее время случаются чуть ли не каждый день, так что подоконник дедовой комнаты почти всегда в темных пятнах. Четки со сломанным крестиком так и лежат на тумбочке, на спинке стула висит его пиджак, из недочитанной книги торчит закладка «Белое гусиное перо». Я бы, наверное, прочитал эту книгу, если бы умел, но дед умер, и теперь некому учить меня грамоте. У мамиды прохудились глаза, почти не различают буквы, даже через лупу, потому она старается лишний раз их не напрягать. А Зулали читать не умеет. То есть когда-то она все умела и читать, и писать, и вообще была очень умной, но потом с ней что-то случилось, и она стала такой, какая сейчас. Девиз сборника «Любовь – это то, ради чего стоит жить». Доказательства слов Нарине Абгарян весомы. В каждой истории, связующей нити, города, села, есть любовь, которая многогранна во всех своих проявлениях, но непременно напоминающая о себе. Все поступки идут от сердца и должны вести к счастью, потому что искренность и честность к себе и миру лежат в их основе. Вдающихся судеб не так уж и много, а самых обычных историй сразу несколько, за каждой дверью. Нужно только хорошо узнать человека, самое яркое, самое значимое, раскрыть его эмоции и рассказать так, как делает это талантливый писатель. Как же раскрыла Абгарян своих героев рассказов в сборнике Зулали и в чем их особенность, можно узнать, прочитав книгу, которую можно найти в центре чтения Дворца книги. А вы читали Абгарян? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...